Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Архипастер» и я ее ведущий Данил Рябенин. Сегодня, как и всегда, в прямом эфире на ваши вопросы ответит Высокопреосвященнейший Владыка Викентий, архиепископ Екатеринбургский Верхотурский. Здравствуйте, Владыка! Благословите наших телезрителей! Бог благословит, Бог помощи всем нам! Владыка, позвольте нам начать нашу с вами сегодняшнюю беседу с вопроса, связанного с праздником, который сегодня мы торжественно, все наши дни, в храмах отмечали, праздник Благовещения. Действительно, такой праздник, приходящийся на Великий пост нынче. Давайте, может быть, с этого начнем. Я хотел всех поздравить, дорогие наши телезрители, с великим праздником, двунадцатым праздником нашей Церкви, Благовещения Пресвятой Богородицы. Это благая весть, весть о том, что Пресвятая Дева обрела благоволение Божие, и от неё родится Сын Божий, Христос Спаситель, который придёт в мир, чтобы искупить весь род человеческий. То есть Господь через Архангел Гавриила возвестил всему миру о том, что Он готов исполнить Своё обещание, которое Он дал ещё в раю нашим прародителям, когда они после грехопадения. И, конечно, это было ожидание всего мира, всего израильского народа, всех богоизборов народа, через которого сохранилось вот это предание, это обещание Божие, обетование Божие. И это великая радость, что Господь спустя некоторое время Своё обещание нашёл такой благодатный сосуд, благодать Божия, чистый сосуд в лице Пресвятой Марии, Пресвятой Девы Марии, которая обрела благодать пред Богом, обрела благоволение Божие за её чистоту жизни, и она стала вместилищем невестимого Бога, который принимает от Пресвятой Девы Марии человеческое тело для того, чтобы искупить то падение, то грехопадение, тот грех, который совершил человек, первые люди Адам и Ева в раю. И тем самым Господь благоволит о том, чтобы восстановить нашу природу, восстановить нас, прежнее наше достояние, дать нам вновь Царство Божие, дать нам вновь вечную и блаженную жизнь. Поэтому это вот такой великий праздник, который нас радует, и всегда мы помним вот это благовестие Божие роду человеческого. Вот таки, может быть, в продолжении темы, вот как раз таки вопрос Татьяны из Курска, достаточно простой, да, казалось бы, вопрос, как спастись, да, вот может быть, да, в продолжении темы благовещения. Вот Господь Иисус Христос, Господь Бог пришел к нам на землю, чтобы спасти нас, чтобы помочь нам спастись. И если мы будем жить со Христом, то вот этот есть Христ, тот Спаситель, который спасает нас. Конечно, Господь спасает нас, но не без нас. Господь готов всех людей спасти, всех людей привести в разум истины и привести к спасению, но это еще зависит от нашего благоволения, произволения, нашей доброй воли. Если мы почувствуем в себе необходимость во Христе, то, конечно, мы приобретуем спасение, потому что Господь спасает нас. Господь имеет единственное, кто имеет власти очищать наши грехи, прощать наши грехи, это один Господь Бог. И вот если мы прилепимся к Богу, то Господь нас приведет во спасение. Исполнять волю Божию, исполнять, отрекаться от своей воли, жить по воле Божией, исполнять заповеди Божии, жить теми уже традициями, которые сложились на основе нашей веры в течение многих столетий, даже более двух тысяч лет, то вот такая жизнь в Боге, в чистоте, в желании очистить свою душу и удаление от зла, от греха и приобретение сил от Бога для того, чтобы побеждать зло, побеждать грех в себе самом, очищать душу через свои подвиги, то, конечно, через это Господь нас искупает, очищает и спасает. Нам, конечно же, необходимо найти в себе такое состояние, что мы нуждаемся в спасителе. Вот как, например, человек находится в таком сознании, что он находится в таком опасности, такой вот бедствии такой, что он не имеет никакой возможности своими силами выйти из этих трудных ситуаций, там, например, на краю пропасти, например, он уже всё, уже не знает что, и он нуждается в какой-то помощи, в сторонней помощи от других, чтобы его поддержать. Вот если такое сознание у нас будет, что мы находимся в опасности, Священная Писания так и говорит, что «блюдите, как опасно ходите». И если мы поймём, что этот мир, который имеет много опасностей, и что дьявол, как рыкающий лев, ищет нас поглотить, и строят различные козни и ухищрения для того, чтобы уловить нас в своей сети, и мы, если бы были внимательны к себе, видеть, что это такое состояние очень непростое, то и знаем, что есть Спаситель, что к Нему нужно идти, что Он только имеет возможность нас остерегать от дьявольских козней, от наших страстей, от наших слабостей, немощей, то вот это упование и стремление ко Спасителю, оно даст нам спасение, даст нам исправление, даст нам искупление от наших грехов и дарует нам вечную и блаженную жизнь, которую готовил Господь всем любящим его. Спасибо, Владыка. У нас звонок из Богдановича. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Владыка, благословите. Бог благословит. Владыка, мы с моей супругой живем в городе Богдановичи. Хотели бы к вам приехать на прием, показать свое песенное творчество, песни духовного содержания, собственного сочинения, и поговорить о миссионерстве. Мы когда-то жили на Кубани, занимались миссионерским трудом, и мы хотели приехать и поговорить по этому поводу. И когда можно приехать, чтобы у вас был приемный день, чтобы наш приезд был не напрасным. Спасибо. Спасибо, Владыка. Вам нужно будет обратиться к местным батюшкам, там есть отец, двое священников, которые один в храме Святой Великой Мойчества Екатерины, другой в храме Иоанна Богослова. И вот с ними вы должны согласовать, вот они позвонят мне, мы вам скажем, когда можно будет прийти, и тогда это можно совершить. Но до этого, до такой встречи, вы должны с местным священникам все эти вопросы обсудить, чтобы они посмотрели, изучили эти ваши стихи, и потом, может быть, с кем-то из наших специалистов, которые есть в епархии, чтобы они тоже и почитали, посмотрели, потому что заодно, до встречи, и они успеют всё это рассмотреть, посмотреть и дать какую-то оценку. Вот эти наши батюшки, которые там, вы должны, поскольку вы приезжие, должны познакомиться, знать их, ходить в эти храмы, жить заодно вместе с жизнью прихода, и вместе со священником нести вот такое миссионерское служение. Это нужно, очень важно помогать, чтобы увеличить количество людей в Церкви Христовой, чтобы отвратить людей от зла, от греха, от неверия. И это очень нужное и спасительное дело для каждого православного христианина. Каждый из нас, который принял Святое Крещение, стал членом нашей Церкви, он должен свидетельствовать о Христе своими делами, своими поступками, своими добрым словом и своей верой. Вот поэтому для этого необходимо, конечно, вот такое сотрудничество, работничество с местным, местным священником, с общиной церковной. И вот тогда вот вместе со священником можете приехать, согласуя прежде о нашей встрече, и вместе прийти, и мы дальше будем тогда обсуждать ваши вопросы, которые вас волнуют. Спасибо, Владыка. У нас звонок из Самары. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваши вопросы. Добрый день, Владыка. С предстоящим вас праздником, Благовещением. Спасибо. У меня вот такой вопрос. Разъясните мне, пожалуйста, очень вас попрошу. Какая сейчас епитимия налагается за грех убиения в очреве, и правда ли, что до сих пор отлучается от причастия на долгие-долгие годы? Спасибо вам огромное. Спасибо. Этот грех, он тяжелый грех, смертный грех, это грех детоубийства. И действительно, если строго по нашим каноническим правилам, то за этот грех отлучается от церкви на большой срок времени, на несколько лет. Но сейчас мы такие строгие эпитимии не даем, потому что и так человек, к сожалению, не ходит в церковь. Если мы еще его отлучим от церкви, тогда он вообще никогда не будет прийти, не будет приходить. Поэтому самая большая эпитимия – это чтобы в каждый воскресный и праздничный день ходить в церковь. И в каждый праздничный день приходить в церковь. Вот это очень важно, чтобы человек почувствовал важность церковных служб, связь человека с Храмом Божиим как вместилищем неместимого Бога, как училище благочестия, Храм Божий как лечебница для души, и Храм Божий как тот источник благодати Божьей, который укрепляет наши силы для несения своего жизненного креста. Но, конечно, человек должен сознавать свои грехи, сокрушаться перед Богом, делать добрые дела. И вот предыдущие наши слова или собеседовались с вопрошающими о том, что есть желание миссионерствовать, то есть свидетельствовать о Христе, то это не из важных дел для искупления вот этого тяжелого греха. Среди многих таких средств для искупления – это есть то, чтобы не стыдиться своей веры. И везде и всюду свидетельствовать о Христе перед людьми своей жизнью. И стараться, чтобы своей жизнью, своим добрым словом отвращать людей от зла, от греха, от неверия. И таким образом мы сможем получить от Бога много милости, потому что отвращающий душу от ложного пути спасет душу своей от смерти и покроет множество грехов. Вот возможность для того, чтобы искупить вот этот тяжкий грех. У нас еще один звонок из Курской области. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, Владыка. Здравствуйте. У меня такой вопрос. У меня Игульдова. Я старобретческой веры. Можно мне у вашей церкви православной исповедоваться? Ну, я читаю молитвы, они молюсь, они одни и те же. И вот могла бы я поминать своих родителей православной церкви. Они тоже были старобретцы. Мать была старобреткой веры, а папка был православный. Спасибо. Спасибо. Но если у вас есть такая любовь к тому, чтобы жить в православной церкви, ходить в церковь, я думаю, что ничего не мешает о том, чтобы восполнить то, что мы считаем невосполнено в старобретческой церкви, чтобы через миропомазание уже принять, стать православным христианином, и уже можно на законном, что ли, основании поминать, молиться в церкви, поминать своих родных и близких, молиться о них. Но, с другой стороны, видите, есть такая ситуация, что если человек при жизни, он отвергал церковь и не молился в этой церкви, и старался, может быть, в какой-то степени даже враждовался с православной церковью, и его сейчас поминать в православной церкви, конечно, может быть, это идёт против его воли до настоящей веры. Хотя мы понимаем, что он ошибался в своё время, и мы сейчас понимаем, что нужно поминать, потому что человек был в таком-то состоянии непонимания истины. И вы сейчас понимаете это и желаете чем-то помочь. Конечно, это можно будет с благословением местного священника посоветоваться, поговорить, более детально обсудить вот эти все моменты, и тогда уже можно будет приступить к такой сугубо церковной жизни для того, чтобы себе помочь, чтобы в церкви получить те дары Божьи, которые обильно изливаются на каждого человека, и в то же время помочь и тем нашим отцам и матерям, близким и родным, которые отошли ко Господу и нуждаются в нашей помощи. У нас звонок из Владимира. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, батюшка. Благословите, пожалуйста. Бог благословит. Ага. Благословите, пожалуйста. Я бы хотела заказать вас на такой вопрос. Можно ли причащаться человеку, который бесноватый? Бесноватый. Можно ли причащаться человеку, если он бесноватый? Можно, если он кается, если он сознает свои грехи, конечно, он может причащаться. Но бывают разные формы, виды беснований, что некоторые так сильно одержимы бесом, что они не допускают даже к чаше. Но есть и такие, которые спокойно причащаются. После причастия так немножко корожат, но всё равно причащаются и чувствуют какое-то облегчение. Не то, что какое-то очень большое облегчение в этой борьбе тяжёлой, которую человек ведёт с бесами, которые уже непосредственно влияют на его организм. Спасибо. Владыка Виталий Чайковского спрашивает. В храм положено ходить в самых лучших одеждах. Но что делать, если нет времени переодеться, или нет хорошей одежды, или вообще человек бездомный, и у него, в принципе, нет хорошей одежды, и может вообще, так скажем, плохо пахнуть. Как быть тогда, и что он не имеет права зайти в храм? Вот такой вопрос настроенный. Да, вопрос об одежде у нас сейчас очень актуальный. Да. Очень актуальный. Потому что современное общество не понимает смысл одежды. Одежда имеет глубокий смысл, и потому оно должно быть соответственно нашей вере. Мотивация наших всех действий – это должна быть наша вера. Если мы считаем, что наше внешность может быть для ближнего нас как-то его соблазнить в чём-то, то мы, конечно, должны об этом тоже заботиться. Ведь мы живём не для себя самих. Вот что хочу-то врачу. Я должен жить для ближнего своего, как делать ему добрые, хорошие, полезные, и чтобы его ничем-то не оскорбить, не унизить, не соблазнить. Почему? Потому что слаблазн – это величайший грех. Ибо мы знаем, как Господь сказал, что лучше повесить на шею мельничный жернов и бросить его в море, чем соблазнить ближнего своего. Вот какое тяжёлое сравнение. Поэтому одежда должна быть соответственна православному такому пониманию, что он себе представляет. И в церковь человек приходит не то, что в лучшую одежду, а в ту одежду, в которой он не был соблазнен для ближнего. Если через чур она хорошая, красивая, блестящая, тоже она не совсем приличная, человек прийти в церковь, чтобы показать себя свою гордыню в данном случае, а в приличную, чистую, аккуратную одежду, чтобы она закрывала все наши тела, которые, те части особенно, которые могут быть соблазнами для ближнего. То есть, как ещё мы выражаемся, стыдные места. Но, к сожалению, стыда нету. Стыд уже потерян. И современная цивилизация как раз борется со стыдом, чтобы не было стыда. Человек может так выйти на улицу, что он весь почти что голый, и что это настоящий современный человек. То есть, нет стыда, нет совести. Чего не должно быть в жизни нашего общества, потому что стыд и совесть, они даны Богом для того, чтобы нас с вами оградить от делания зла. Это те силы души нашей, которые могут различать добро от зла. И это та сила, которая нас удерживает от делания греха или каких-то злых дел. А человек без стыда, это человек, конечно, у него ничего святого нет. Он всё делает, как будто так должно быть. То есть, это, можно сказать, машина без тормоза, что может наступать на любого человека, и ему от этого совесть не мучает, что он повредил человеку, нанёс какое-то повреждение телесное или даже духовное, душевное. Поэтому, конечно, мы должны в себе развивать это чувство, приобретать её больше, потому что совесть — это и есть голос Божий в человеке. Это голос нашего Божественного закона, который вложен в наше сердце. И если мы прислушаемся к этому голосу, то мы как раз можем исполнять закон Божий, волю Божию. Когда мы не прислушиваем и его не чувствуем, он не слышен, то, конечно, мы не знаем, что творим. А делаем эти для совсем противоречащие здравого смысла человека, как человек. Человек с большой буквы, как образ, подобие Божий. Поэтому, конечно, одежда должна быть приличной. Приличная уже тоже понятие приличное, тоже надо объяснить, что такое приличная одежда. Приличная одежда, значит, некоторые говорят, что это есть вот то, что сейчас современная цивилизация нам предлагает. Это не совсем правильно. Приличная одежда, она состоит в том, чтобы действительно нести какую-то культуру, нести какую-то нравственность, духовность, нести какой-то образ высокоборазованного и культурного человека на основе нашей веры, на основе нашей... Мы что делаем, мы должны делать, как вот часто Святейший Павел Кирилл говорит, что мотивация нашей жизни, наших дел, это должна быть вера. Вот я делаю, потому что так мне подсказывает моя вера. Я не делаю так, потому что это противоречит моим убеждениям, моей вере. Вот если мы почувствуем, что моя одежда, она не совсем соответствует моему призванию, как православного христианина, то я, конечно, как бы вовек не буду одевать её, потому что хотя она и модная, хотя она и удобная, как сейчас многие говорят, но она противоречит совести, противоречит моим убеждениям, моей вере, поэтому я буду жить лучше по вере, хотя, может быть, и неудобная с точки зрения современной цивилизации. надо понимать, что такое удобство, что удобно, что неудобно, то тоже понятия растяжимые, что-то, сейчас всё перевёрнуто, по всей эти понятия. Вот. Поэтому в церковь, особенно в церковь, конечно, находить, как, нужно ходить, как перед Богом. Мы же не только в церковь должны ходить перед Богом, а везде, где мы были, даже находясь один на один самим собою, вот в доме, в квартире, находимся один на один, и то там нужно быть прилично, себя вести. Не ходить голым по комнате, вот я тут свободный, и хочу, то тоже надо какой-то стыд иметь, потому что находясь перед Богом. Хотя многие говорят, что, ну что, Господь знает всё, всё, что у меня есть. Да, Он знает и не соблазняется, но мы должны иметь почтение, уважение и благовение к Богу. Мы должны. И это нам нужно, не Богу. Если мы даже в таких случаях, когда мы на один имеем такое благовение перед Богом, то мы приобретаем благодать Божию, стяживаем благодать Божию. И, конечно, это та благодать, которая охраняет, оберегает нас от всякого зла. А, как я уже говорил, что дьявол, как врукающий лев ищет поглотить, он находит нас в любых ситуациях, чтобы как-то уловить, как-то ущемить и увести нас в страну в отличие тем самым, чтобы как через вот эти все наши вольности грозы и наша совесть, она меньше действует, она как-то заглушается, и мы меньше ее чувствуем, меньше слышим ее голос, и не можем определить, где добро и где зло. И это очень печально. И многие люди делают зло и не видят, что это зло, и думают, что это нормальные, хорошие действия. Вот это показать, что у человека уже совесть в совсем плохом состоянии, то есть такая как бы саркофаг на него надет, на совести, что ничего не чувствует. Но как бы мы не заглушали свою совесть различными делами, грехами, пороками, рано или поздно она взорвется, сорвется. Вот как вот это атомный реактор. Его закрывают саркофагом, но потом рано или поздно он вспыхивает. И все это в такой же ситуации с нами. Вот мы закрываем, закрываем нашу совесть, мы делаем, мы делаем всякие бесстыдные дела, а потом рано или поздно все это зарывается, и потом сами не знаю, откуда все получается. Вот поэтому наша жизнь очень непростая, она очень интересная в то же время, но и в то же время очень и опасная, и очень интересная, и нам нужно к ней относиться очень серьезно. Спасибо, Владыка. Ну что же, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу, и мы с вами вынуждены прерваться. Позвольте мне, Владыка, от лица всех наших зрителей и слушателей поблагодарить вас за все те ответы, которые вы дали на многочисленные вопросы. Спасибо вам, Владыка. Ну и, может быть, традиционное, напутственное слово для всех нас. Я всех хотел поздравить с наступающим, с наступившим, уже, можно сказать, праздником, великим праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. Дай Бог, чтобы по молитвам Пресвятой Богородицы Господь укрепил нас в чистоте жизни по заповедям Христовым, чтобы и мы тоже получили от Бога радость мира божественного, потому что, где есть чистота сердца, там и Бог, где есть скротость и смирение, что мы наблюдаем в жизни Пресвятой Девы Марии, там есть Божие благословения и, по примеру, Пресвятой Богородицы стремится к вот такому возможному для нас совершенству, чтобы и на нас Господь призрел своим милостимым оком и путеводил нас в Царство Своё Небесное и Вечное. Спасибо Вам, Владыка, ещё раз, благословите наших телезрителей. Бог благословит, Бог помощи. Храни Вас всех, Господь. Спасибо. Ну что же, а мы с Вами на этом сегодня прощаемся. Всего Вам доброго, до новых встреч и храни Вас, Господь. Слава Алмита. Слава Алмита, Субтитры создавал DimaTorzok